МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуйста, помните! Память о тех, кто приближал победу ценную жизни, передается из поколения в поколение. В 28-й школе так зарождают собственные традиции. Совсем новое учреждение наравне с другими прививает молодому поколению патриотизм. Песнями, стихами и театральными постановками рассказывают школьникам историю военных лет. Единым таким фронтом мы собрали концерт, который состоит из 50 творческих номеров, где дети выражают свою благодарность в военно-патриотических песнях, танцах былых лет. И вот этим концертом мы, конечно, воздаем память нашим героям. Большой концерт здесь объединил учащихся всех классов. Познакомиться как можно лучше с событиями Великой Отечественной ребятам помогли почетные гости – дети войны. Анатолий Желтов родился в 41-м, застал самые тяжелые годы из страниц нашей страны. И многие из нас перенесли на своих плечах вот эти все ужасы войны. И потом в послевоенное время. Ну и, конечно, стали тоже защитниками нашей Родины. Я помню, как после войны мы маленькими детьми играли в войну, в войнушку. И нам вроде это нравилось. Память о подвиге наших предков для этих школьников – это не только творческие постановки. Учащиеся организовали собственную стену памяти, где каждый желающий мог рассказать историю героя своей семьи. Благодаря таким выставкам дети и сами узнают о своих предках. Ведь зачастую дома об этом не говорят. Стена памяти сделана нами для того, чтобы мы складывали частичку к частичке книгу, которую мы хотим написать о своих корнях. Здесь, в нашем районе, собрано очень много национальностей. И мы хотим, чтобы все дети и все жители района знали, что мы стоим плечом к плечу на защиту Родины. А 11 мая школа присоединится к областной акции Леспобеды, на которой ребята высадят собственную аллею памяти. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.